приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том что делать и почему вы просыпаетесь в одно и то же время на что вам обязательно стоит обратить внимание чтобы у вас в жизни не было проблем и неприятностей знаете ночь это все-таки особенное время суток и в это время активизируется в основном темные и негативные энергии которые способны притягивать неприятные события злые сущности и в это время ведьмы провод различного рода ритуалы укрепляют и подпитывают свое энергетическое поле а недоброжелатели наводят порчу для того чтобы она быстрее начала оказывать свое разрушительное влияние но также есть и хорошие энергии которые помогут восстановить энергетическое поле которое было нарушено или вовсе разрушена за день в это время также проводятся старинные ритуалы которые помогают избавиться от крупных проблем но основное это то что резервы нашего организма активизируются и мы можем излучать такие потоки энергии которые не излучаем в течение дня особенно если на энергетическом уровне ощущаем что кто-то старается негативно повлиять на нашу жизнь отобрать что-то ценное что есть у нас или как вариант разрушить наше биополе тайна ночи исследовалась на протяжении многих столетий но объяснить силу этого времени так пока никто и не смог есть различные наблюдения что стоит в время делать а что не стоит категорически чтобы не привлечь самостоятельно к себе беду и ненужные проблемы многие говорят что сила ночи тесно связано с силой луны а сила луны очень велика она способна менять жизнь человека как в лучшую сторону открывая перед ним возможности о которых он и не подозревал так и в худшую закрывая двери которые он считал перед ним не закроются никогда ночь и луна ночью ночи и луны не стоит бояться но нужно знать правила советы чтобы все делать правильно и не вредить себе а наоборот только улучшать все то что хотелось бы вам не стоит после полуночи смотреть в окно особенно если вы видите в нем свое отражение так как это казалось бы безобидное действие не только способна нарушить поступления сильных потока вашу жизнь но и притянуть злые сущности которые вплетутся ваше биополе и перекроет жизненно важный энергетический канал из-за чего жизненные силы могут вас покидать если вы желаете посмотреть в окно нужно выключить свет чтобы не отражаться в нем или же как вариант открыть его так вам точно ничего не будет угрожать но не стоит много времени возле него проводить нельзя спать так чтобы в полнолуние луна светила вам на лицо это притянет не только бессонницу ночные кошмары но и ослабит ваше биополе на утро вы будете ощущать недомогание тяжело будет встать с постели день будет неудачным и даже возможно проблемным поэтому если получается так что у нас светит вам на лицо нужно если есть возможность лечь спать в другой комнате если нет то занавесить окно чтобы ее свет в этот день не попадал в комнату или спальню где вы спите если нет и такой возможности возьмите свечу тогда любого цвета пройдите не по периметру окна и при этом проговорите такие слова стена из огня между мной и луной в этот день возводится будет свет луны отбивайте ему на меня влиять не позволять это ночь негатива меня не окружит сила огня меня от всего плохого защитит после того как вы это проделаете свечу установите по центру подоконника посмотрите на нее внимательно считает до 3 если в этот момент вы ощущаете внутреннее спокойствие можете ее затушить если же нет тогда нужно дать свечи догореть полностью а вы на протяжении всего этого времени должны смотреть на нее внимательно и думать о чем-то хорошем когда она сгорит вы будете ощущать удовлетворение и внутреннюю гармонию агарок оставьте до утра когда проснетесь обязательно выбросите это простая практика которую бережет вас от влияния луны сохраним ваше биополе и энергии при вас целостности течение ночи вам могут сниться вещи сны такой сон никогда не приснится в дневное время поэтому научитесь придавать нам большое значение ведь они способны подсказывать вам в каком направлении стоит двигаться чего избегать какие возможности использовать себе во благо какие действия лучше вообще не совершать недаром говорят что если не знаешь как поступить нужно перед сном под подушку положить монетку любого цвета и номинала и сказать при этом такие слова спать сейчас флягу ситуацию отпущу утром когда проснусь решение нужно и получил его осуществлю радость и счастье притяну проснувшись ни с кем не разговаривайте возьмите монету подойдите к окну и киньте через левое плечо поблагодарив за мысли которые пришли в вашу голову ночью и указали на правильное решение поступайте так и вы увидите что результат вас очень порадует что все получится или пройдет самым наилучшим образом ночное время у некоторых людей открываются экстрасенсорные способности они видят нечто особенное кто-то в это время может видеть даже домовых или другие сущности если такое произошло вам нужно научиться пользоваться даром себе во благо никому о нем не рассказывать так как если пока он не окреп о нем узнает ваш недоброжелатель то к сожалению ваш дар может пропасть и больше никогда у вас не появится если же вы не готовы принимать такой подарок от высших сил откажитесь от него для этого нужно в ночное время заварить отвар из палочки корицы бадьяна обязательно горошины черного перца цветочка гвоздики и веточки мяты сделать три глоточка остальным умыться обтереть шею район груди проговаривая при этом такие слова я дар что мне дан не принимаю его отпускаю жизнью спокойной жить хочу другого не прошу так нужно проделывать на протяжении трех дней по истечении этого времени вы обязательно ощутите что дар вас покинул но главное перед тем как совершить этот поступок нужно хорошо обдумать ведь отпустив его вы никогда не сможете больше вернуть если же наоборот вы рады своему дару развивайте его старайтесь менять свою жизнь только в лучшую сторону будьте добры щедры учитесь обязательно развиваетесь не стойте на месте с каждым таким усилием ваш дар будет становиться только крепче а жизнь намного счастливее помогайте тем кто нуждается в помощи но делайте это тихо не афишируйте начав рассказывать о том что вы кому-то помогли вы тут же нейтрализуете светлой энергии которые пришли к вам и к тому кому вы оказали какую-то услугу или помощь с этого момента добрый поступок перестанет быть таковым добро делается тихо и это основное правило все остальное делается для признания окружающими и для похвалы то есть для вашего эго самолюбия хвостовства а это уже будет притягивать негатив который перекроет доступ дара вашу жизнь чтобы так не произошло хорошо обдумывайте свои поступки и свои слова бывает и такое что человек просыпается ночью конечно же это может быть из каких-то человеческих потребностей но нужно не игнорировать этот момент а придать ему все-таки большее значение ведь порой он может указывать на многие ситуации ситу событий или же предупреждать о чем-либо если вы просыпаетесь с часу до трех это означает что вы притянули к себе разрушительный негатив или злую сущность так как это ведьмин час она активизируется в это время и начинает отбирать у вас вашу энергетику подпитываться ней а здесь срабатывает защитная функция вашего организма и вы просыпаетесь так как во время сна человек все-таки беззащитен а когда бодрствую способен аккумулировать свои энергии в нужное русло в этом случае на защиту если такое происходит вы видите что часто нужно очиститься от негатива или сущности когда проснетесь такое время в следующий раз возьмите свечу белого цвета а также 4 веточки полыни положите их на пол встаньте сверху подождите свечу и при этом проговаривайте такие слова вводя свечи по всему своему телу огонь от влияния злой сущности и разрушительного негатива меня освободи каналы энергетические мои отвори светлой энергии притяни и меня ними оберни чтобы защиту на дальнейшее обрела и больше никогда не ощущала этого влияния я когда закончите веточки соберите заверните салфетку а свечи обязательно дайте догореть то что останется от свечи агарок вы выбросите проснитесь на рассвете возьмите салфетку с кови с веточками выйдите на улицу из к сожгите их подальше от дома когда они будут гореть проговаривайте такие слова полынь горит энергетический блок для злых сущностей и разрушительных энергий устанавливает больше под их влияние не попаду и в свою жизнь их не притянул когда закончите поворачивайтесь и уходите не оборачиваясь таким образом вы избавитесь от всего того что создает вам неприятное неудобство больше в это время вы не будете просыпаться а сон будет сладким конечно же может быть и такое что вы просыпаетесь в любое другое время ночи но также в одно и то же это говорит о том что кто-то насылает или наслал на вас порчу которая разрушает ваше биополе вы ощущаете это влияние на энергетическом уровне поэтому и просыпаетесь вам нужно присмотреться к своему физическому состоянию а также к эмоциональному если вы с каждым следующим днем будет будете ощущать себя хуже и хуже появится страх не будет возможности контролировать эмоции а также начнет обостряться какое-либо заболевание возникнут сильные мигрени боли в суставах это означает что срочно нужно проводить сильную энергетическую чистку пока порча не разрушила вашу жизнь этого нужно принять первым делом душ помыть свои волосы после чего намазать тело эфирным маслом апельсина лимона мяты если такого эфирного масла нет тогда используйте отвар из мяты корочек апельсина или лимона затем возьмите три веточки шалфея разомните его смешайте с солью обязательно и и подождите его и окурите себя дымом начиная от темечка опускаюсь постепенно к ногам при этом проговаривайте такие слова порчи что мою жизнь вошла прочь уйди того кто тебя наслал найди и от него больше не уйди затем то что останется но нужно тут же смыть в канализацию следующим этапом возьмите тоненькую восковую свечу емкость проточной водой и подожгите свечу сделать и ней круг над головой после чего капните воск на воду так делайте пока последний круг не будет сделан вокруг ваших ног при этом проговаривайте такие слова энергетика моя огнем очищается укрепляется я впредь помыслам недоброжелателя противостоять смогу ни в дневное время ни в ночной и к себе не пропущу так как сильную защиту обретаю и биополе укрепляю агарок свечи киньте воду это нужно вынести на улицу и вылить под какое-то растение хорошо если это растение будет свести вернувшись домой заварить травяной чай любой и выпить его думать о чем-то хорошем можете даже помечтать когда закончите с каждым следующим днем вы будете ощущать себя лучше и лучше как физически так и эмоционально очень скоро и вообще полностью избавитесь от всего что вас тревожило наблюдать за своим окружением тот человек который пытался вам навредить придет к вам за советом что делать в этом случае если наслали порчу ни в коем случае ему ничего не рассказывайте что скажите что и вовсе не знаете что это такой а вот как дальше с таким человеком общаться и стоит ли вообще решать только вам еще одна причина по которой мы можем просыпаться в одно и то же время это когда наш ангел-хранитель хочет нас поддержать указать на то что у нас есть сильная поддержка что мы не сами такое может быть моменты грусти когда кажется что все за что не берешься не очень уладится возможно какие-то неприятности или неудачи наполняют жизнь такое часто происходит перед чем-то абсолютно новым но человек не понимает этого огорчается и притягивает ненужной энергии которые мешают поступлению чего-то нового в жизнь данного человека поэтому если у вас такое происходит наберитесь сил двигайтесь выбранном направлении и будьте уверены в том что скоро все изменится так как ваш ангел-хранитель вам уже на это указывает если вы просыпаетесь после трех часов одно и то же время то это говорит о том что ваш ангел-хранитель хочет установить с вами связь и указать вам на то что вы упускаете важную возможность воспользовавшись которой вы можете изменить свою жизнь только в лучшую сторону обратите внимание в таком случае на то с какими мыслями вы просыпаетесь будьте внимательны не упускайте важные для себя моменты если же в одно и то же время вы просыпаетесь после того как у вас кто-то кто-то побывал в гостях кто-то говорит о том что ваш ангел-хранитель указывает вам на то что данный человек приходит ваш дом не с добром что вам стоит его опасаться что он думает как вам навредить а негатив который излучает оказывает ненужное влияние не только на вас но и на особенную энергетику вашего жилья через время начнет оказывать и на тех кто с вами живет под одной крышей поэтому пересмотрите круг своего общения и вычислите этого человека если желаете продолжать общение продолжайте но не зовите больше в дом чтобы потом не пришлось жалеть часто ангелы-хранители стараются контактировать с нами в ночное время или же во время сна так как в это время мы нуждаемся в их помощи или же никуда не спеша можем их услышать поэтому не забывайте благодарить ангела-хранителя за помощь которую он оказывает вам для этого поджигаете восковую свечу субботу на рассвете и проговаривайте трижды такие слова ангел-хранитель твой совет поддержку и защиту ощущаю тебя за это благодарю никогда меня не покидай и всегда рядом со мной обитай проговаривая вы можете ощущать тепло или же легкий ветерок как так он даст вам понять что находится рядом как часто это делать вы должны ощутить сами прислушившись к своей интуиции это друзья мы сегодня с вами поговорили о том когда вы про просыпаетесь в одно и то же время чтобы вы знали на что вам стоит обратить внимание какие выводы вам нужно для себя сделать ведь если предупреждать весь ведь если человек предупрежден значит человек знает как действовать в ситуации которая может произойти остановив то что не хотелось бы увидеть в своей жизни и наоборот воспользовавшись шансом который дается не забывайте что во время сна мы беззащиты поэтому разместите под кроватью оберег который будет вас оберегать в это время проведите ритуал который убережет вас от злых сил и людей а также не позволит путешествовать по другим вселенным эти знания очень цены поэтому используйте их себе во благо и живите только прекрасной жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации но прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам блах услышимся в следующем видео